Привет-привет-привет, дорогие подписчики, это новая часть истории города-подписчика, то есть люди присылают сюда свои города, точнее свои истории из Зооттаун, я их обозреваю, и как бы говорю, ну чё, гуд или не гуд. Сегодня у нас, значит, история вот такой вот городучком, второй город, ну точнее посёлок, довольно необычное село Смертный, ха-ха-ха, надеюсь тоже достанет для видео. Да, кстати, это всё происходит в моём ТГ-канале, ссылка будет в описании, там можно кидать свои городочки мне на обзор или же на историю, как бы и так далее. В общем, такой вот городок. Антиутопия в Зооттаун, предыдущий город от этого чела, он как бы прослался таким вот техническим анализом города, чего там, сколько там, сколько там денег, сколько там жителей, то есть такой вот информацией, сейчас мы попробуем оценить вот новые его творения. Так, посёлок, значит, Смертный. Ооо, ну вот и поехал. Село Смертный основан, село Смертный основан, ага, понятно, в 22-м году точное место положения населённого пункта не зарегистрировано. Ребята, извиняйте, ну, если там будут какие-то орфографические ошибки, чел писал в таком состоянии, видимо, не очень нормальном. Так, дно, по предположениям, находится на территории Российской Федерации. Население составляет 120 человек. По описанию, основатель посёлка Смертный, рабочий населённый пункт. В нём построены более пяти крематориев. Всё село окружает огромное кладбище. Поселение на куски, поделённые на куски из-за некоторых неудобств на территории. В посёлке имеется один магазин и церковь. Подавляющее большинство жителей данного села работают в крематориях. Да-да, ребят, опять попахивает у нас какую-то антиутопию, что существует какой-то дивный мир людей, как бы, высших и низших. Высших занимаются там, собственно говоря, всякими интересными занятиями. Ниши там фигачат на заводах специально для складирования тех низших. У нас вот создан был такой-то поселок смешный. Очень, конечно, всё интересно. Кек. Хам. Мы это всё чутканули. Давайте, может, перемотаем. А, ой, да, ребят, на паузу даже не ставить. А, слушайте, а тут не такая уж и большая предыстория нас тут встречает. Вааа, да, слушайте, всё окружено. У нас тут забором, можете увидеть. Охренеть, это всё вручную, кстати, проставлено, наверное. Или нет. Или он просто атомную бомбу сбросил. Жесть. Сколько тут, какого-то необобразимого количества тут крестов у нас. Это всё в кладбище. По всей видимости, да. Да-да, интересно это всё, конечно. Вот такой маленький листочек у нас произрастает. Тут же у нас те самые крематорию. Дорожная развязка стоит того. Видимо, такой, знаете, как это гипер-супер-современная развязка по пути. Находится такой городок, где это всё дело складируется, производится как бы захоронение или сжигание. Угу. У нас на этаже Ашанчик. Заброшены тут у нас панельки, гаражи. Да, ребят, вот все города этого чела славятся какой-то депрессивностью, вот реально, в советской плакатике. Да-да, ребята, это прям вообще... Вот я думал, тот депрессивный. Я очень сильно ошибался. Это прям неимоверно грустно, конечно. Всё выглядит, я даже не знаю, как прям. Это тоже антиутопия, но, наверное, повторяться очень хорошо. Надо как бы название новенькое придумать. Да, тут же у нас панельное здание для рабочих, по всей видимости, крематориев. И тут же какие-то такие корпоративы, собственно говоря, тут какие-то сосадовые, ну, частные застройки, короче. Поделённо на сектора. Вот что значит поделённо на сектора? А, вот эта церкушка. Единственное чистое зелёное место в этом ужасном аду, просто мугоспасаемое место. Хотя надо было бы церкушкой рядом с кладбищем. А, и тут кладбище. Да, ребята. Как будто бы здесь какое-то, знаете, было предприятие очень грязное. А потом, ну, как бы, не будут же жить люди в таком грязном месте. И такие, ай, ладно, будем вот, вот, людей захоронивать. Хоронить каких-то немоверных масштабов. И жесть. Ребята, это... Вот это та самая жесть. Прямо вот такие, я не знаю. Выглядит так. Это изменяется... А, нет. А, всё. В селе строится строго запрещено включать свет, так как глава поселка считает, что расходы на электричество нынче очень большие. Люди могут обойтись прекрасно без электроэнергии. Угу. Значит, мэр города тиран. Явно. Хотя, в антиутопе всякое бывает. Так. Из села невозможно выехать. Ну, да, да. Преграды установлены вокруг села. А также наличие повсюду кладбища. И вынуждает жители продолжать жить в городе. Выехать невозможно. Все дороги под наблюдением. Въехать в поселок проблематично. Это охраняемая территория. А если въехал, там и останешься. Ну, знаете, типа, езжу по трассе куда-нибудь в свое направление. Тут чисто вошанчик заехал. Там водички взять, туалет сходить. Раз, тебя уже не выпускают. Да. Программатично она хранится. Так, это охраняемая территория. Въехал, там и останешься. Отсутствие необходимых сфер. Как здравоохранение, образование, безопасность, начисление снижает качество жизни, смертность. Да, серьезно. Real? Real? Прям реально real? Так. Да, тот же город. Ночной, наверное, сейчас нам покажут. Вечерний. Тут, наверное, вообще ничего светиться не будет. Что очень грустно. Да, слушайте. Очень большой контраст. Прям очень. Вот ни одного светового, ну как бы, вообще город во мрак погружается. Ничего не светится. Да, ребят. Вот это прям век депрессивности какой-то. Прям я даже не знаю. Ну, такого. А, спасибо за просмотром. Город построил. Руслан. Да. Город построил Руслан. Ну че, граждане отдыхающие. Как вам история того городочка в Зеотаун? Пишите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях. Также не забывайте про мой телеграм-канал, где можно пообщаться, там обсудить какие-нибудь темы, касаемо канала. А также скинуть мне свой городючек. Также для этого существует Дискорд. Там вообще все очень интересно. Заходите. Вы точно не пожалеете. Ставьте лайки. Обязательно пишите комментарии на Ютубе. С вами был я, Артем Рейдак. И всем удачи. Всем пока-пока.